Айсберги вышли снова на охоту. Я художник, я так вижу. Липа, летняя пакостница. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. В главном здании Казанского федерального университета состоялась встреча директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской республики Алмаза Булакаева и проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхана Алишева. В ходе встречи было обсуждено сотрудничество Кыргызстана и Татарстана, которые продолжат укрепляться с каждым годом. Кроме того, основной задачей университет считает налаживание партнерских отношений и знакомство делегаций с основными показателями и успехами Казанского федерального университета. Прежде всего, мой визит в Татарстан связан с учреждением Генерального консульства Кыргызской республики в городе Казани. Это новый этап сотрудничества Кыргызстана и Татарстана. Как раз с такой благородной миссией нахожусь в очень прекрасном городе Казани. И, безусловно, традиционно Кыргызстан и Татарстан связывают очень особые, крепкие и дружественные отношения в первую очередь между народами, между нашими республиками. И, конечно же, посещение такого авторитетного университета входит, как правило, всегда в программу пребывания делегаций из Кыргызстана. Сотрудничество в целом республике Татарстана и Кыргызской республике развивается очень активно. И, конечно, Казанский университет имеет давние, хорошие партнерские отношения с многими кыргызскими университетами. Мы сегодня называли это и Национальный университет, и Уршский университет, Университет Жалалабада. То есть большое количество разных вузов, с которыми мы работаем. К нам активно приезжают сотрудники этих вузов. На повышение квалификации сюда, в Казань. У нас Елабужский филиал, педагогический университет, который с нами активно работает. Мы сегодня увидели ребята, которые приехали на летний университет. Их порядка 30, то есть из 300 примерно 30, получать 10% ребят из общего количества, они приехали из Кыргызии. Страна близкая нам, прямые авиасообщения есть. И мы сегодня, конечно, в удивлении смотрели, что некоторые снижения есть в количестве студентов, которые к нам приезжают из Кыргызстана. Но в основном это ребята, которые приезжают по гослинии, то есть по линии Россотрудничества за счет бюджета Российской Федерации. Крупнейший в мире айсберг А-23А спустя почти 30 лет сна пробудился и вновь дрейфует. Что он себя представляет и может ли быть опасен, расскажем в следующем сюжете. Гигантский айсберг со скоростью 150 километров в месяц движется вдоль берегов Антарктиды. А-23А спустя практически 30 лет сна вновь стал активен. В настоящее время это крупнейший айсберг на планете. Своё движение он возобновил в начале арктической зимы. Айсберг – это льдышка, которая плавает в воде. То есть также, если вы возьмете, когда вы хотите остудить стакан с водой, вы берете и кладете туда лед, вот вам айсберг в стакане. Ну, если это так по-народному объяснить. Да, а так это часть ледника, отколовшаяся от самого ледника, и которая начала дрейфовать в открытом море. Опасен айсберг может быть в первую очередь для судоходства. Поэтому, когда судно заходит в зону айсбергов, оно снижает скорость. Опасность для плавания представляют конкретно шлейфы айсбергов, состоящие из обломков и более мелких глыб льда. Самая известная трагедия, связанная с айсбергом – крушение Титаника. Хотя тут важно отметить, тот айсберг был гораздо меньше, чем А-23А. Вот, дьявол! Просыпайтесь, болваны! Здесь там кто-нибудь! Да, в чем дело? Айсберг прямо по курсу! Ясно. Айсберг прямо по курсу! Лево на борт! Право на борт! Право на борт! Помимо этого, айсберги представляют опасность и для морских нефтедобывающих платформ. А утечка из них нефти угрожает уже морским обитателям и экологическому состоянию нашей планеты. Также он может повлиять и на климат. Когда он тает, он изменяет температуру окружающей воды, потому что он холодный, да, и делает холоднее воду. Также он изменяет соленость той воды, в которой он тает. Айсберги – это пресная вода, соответственно, соленость уменьшается. Уменьшение солености и температуры влияет на течение, которое, мы знаем, есть везде. История А-23А началась 37 лет назад, когда айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера. Тогда на нем располагалась советская сезонная антарктическая база «Дружная». Она была унесена айсбергом в океан. Обнаружить ее удалось лишь спустя год. По данным специалистов, площадь А-23А на сегодняшний день составляет чуть более 4000 квадратных километров. Это почти в два раза превышает площадь города Санкт-Петербург. Сейчас очень много ведется наблюдений именно за айсбергами, как в России, так и во всем мире, потому что судоходство в районах, где много айсбергов, ведется всеми странами. И почти все айсберги, так скажем, на счету и за ними следят. Так что корабли, в принципе, знают, где им можно плавать, где нельзя. Но, тем не менее, айсберги все еще представляют опасность столкновения с судоходными кораблями. Сейчас за движением айсберга следят специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Отметим, что уже более 50 лет существует технология их буксировки. Поэтому в опасной ситуации у человечества будет возможность предотвратить трагедию. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс. В Институте дизайна и пространственных искусств стартовали внутренние вступительные испытания. Они пройдут в два дня и в четыре потока. 19 и 20 июля – ключевое задание. Сдать экзамен по рисунку. Ну а дальше дело за малым – поступить в Казанский федеральный университет. Самое важное для наших творческих профессий – это как раз владение линейно-конструктивным рисунком. Это такие азы, после которых уже будут наращены знания в рамках образовательного процесса. У нас записалось 1300 человек сдавать экзамен по рисунку. Часть из них – ребята, которые пришли сюда сегодня в Уникс, в наше зало, а часть – ребят, которые сдают онлайн. Сегодня очень важный день, очень волнительный день. Ребята пришли, многие с родителями, и мы все их поддерживаем, и ребят, и родителей, и желаем успеха нашим абитуриентам. Мы обязательно осуществляем полный контроль, кто пришел, сверяем паспорт, все документы, все ли в порядке. Если все в порядке, человек заходит в класс, в классах выставлены уже композиции, человек занимает свое место и трудится почти пять часов. После этого он сдает свою работу, и уже комиссия в течение двух суток будет оценивать результат его работы. Я с детства любила рисовать и решила свою профессию связать с творчеством, именно с дизайном. Сначала я хотела быть дизайнером интерьера, но потом я посмотрела, что на сайте КПУ есть еще коммуникативный дизайн, который дает базу сразу же для нескольких направлений дизайна, поэтому я решила сначала пойти на коммуникативный дизайн, а потом уже переучиться еще на кого-нибудь. Сложностей практически никаких не было. Сначала запуталась с одной фигурой, но потом я поняла свою ошибку, я ее исправила. Я надеюсь, что у меня будут высокие баллы. Волнение, оно неотъемлемо всегда есть, хоть и небольшое. Я вчера приходил на консультацию, все уточнил и сейчас уже как-то, зная, что меня ждет, волнение сходит на нет, но все равно немножко волнусь. У меня мама художница, ее сестра музыкант, и сам я и музыкой занимался, и с детства рисую. И как-то по жизни у меня это занятие прижилось, и мне очень приятно им заниматься, я хочу связать свою жизнь с ним. Я рассчитываю на свои силы, я готовился, я понимаю, на что я способен, и все-таки я понимаю, что есть люди, которые намного лучше меня рисуют, но я выложусь на максимум сегодня. В день экзамена все это выставляем, никто не знает, какие будут постановки, они все разные, так что возможность писать равна нулю. Всегда во время экзамена преподаватели ходят, наблюдают. Мы, конечно, наблюдаем, чтобы не было никаких нарушений, но если есть какие-то вопросы, куда-то нужно выйти, там какие-то нужные, вот. Но подсказывать мы тоже не имеем права, морально поддержать можем. В современном мире все, что угодно возможно. Так что мы блюдим за то, чтобы было все честно, вступили самые талантливые. Летний сезон всегда выделяется на фоне остальных обильным цветением растений, которые в той или иной мере помогают или усложняют жизнь многим людям. К таким растениям относится липа, которая, несмотря на все свои полезные свойства, создает неудобства жителям многих регионов России. О том, почему так много липа в Татарстане и какие плюсы можно вынести из ее цветения, расскажем в следующем сюжете. Липа – это дерево-долгожитель. Она произрастает на одном месте более половины тысячелетия. При цветении окутывает окружающее пространство сладковатым медоватым ароматом, который буквально притягивает насекомых со всей округи. При этом липовый цвет обладает уникальными лечебными свойствами. Но всю эту пользу омрачает один факт. Мусор, который после себя оставляет это дерево, является огромной проблемой для владельцев автомобилей и просто жителей городов. Прежде всего, он связан с условиями произрастания липы. Ну, липа, как вы заметили, вот эти клейкие листья и как бы плачущие деревья с каплями падающими, наблюдаются в сильную жару. Вот оказывается, что в сильную жару липа не терпит сильного сухости воздуха, недостаток влаги. И он выделяет жидкость, капельную жидкость на кончиках листьев. Эта жидкость, это как бы своеобразная защитная реакция. Эта жидкость привлекает огромное количество тлей. Есть такое насекомое тля, которое устремляется к липе и проживает она на листьях с нижней стороны в огромном-огромном количестве. Но тля использует сок липы и одновременно выделяет продукты своей жизнедеятельности. Однако не стоит забывать о положительном влиянии компонентов плода липы на организм человека. Липовый цвет используется в качестве ароматизатора в парфюмерной промышленности, а также как заменитель чая. Настой сухих цветков применяется в народной и научной медицине при воспалительных заболеваниях органов дыхания. В туберкулезе, пилонефрите и множестве других болезней. Также одним из главных достоинств липы является ее нектароносность. Как медонос она не имеет равных в отечественной флоре и дает самый ценный душистый мед. По вкусовым и целебным качествам липовый мед издавна считается лучшим. Все виды меда содержат некоторое количество витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов. Всего около 300 химических соединений. Липовые не исключение. В составе меда найдены витамины группы В, ПП, витамины группы С, минералы, калий, магний, кальций, фосфор, цинк, марганец, полифенольные соединения, дубильные вещества, аминокислоты, гликозиды, ароматические вещества. Калорийность составляет порядка 350 ккал на 100 грамм. Многие, кто на себе испытал все прелести цветения липы, всегда задаются вопросом, почему она произрастает в таких количествах. Ответ на этот вопрос дает история. В древности липа считалась практически священным деревом, в которое и молния не бьет, и злые духи от нее разбегаются. Ее считали счастливым деревом и всегда сажали вокруг своих домов, чтобы привлечь удачу и везение. В свое время 70% насаждений города Казани – это был клён ясенелисный. Это порода, которая очень быстро развивается, растет, а потом еще и размножается очень активно. И она в связи с тем, что была очень широко распространена в городе, она занимала все бросовые даже территории. Но потом была установка на постепенное выживание клёна американского, потому что это недолгая сточная порода. И ее, конечно, желательно бы постепенно убирать. Но вот ее замену на клён американский, в замену на клён американский пришла липа, сердцевидная. Стоит отметить, что свое негативное влияние на людей – это дерево прекрасно компенсирует наличием полезных свойств и практичностью ее древесины. Но преимущества могут быть не только в этом. Растение обладает высокой антибактериальной и фитоцидной активностью и рекомендуется для озеленения не только городских парков, но и животноводческих комплексов. Отмечено, что это способствует меньшей заболеваемости скота. Елизавета Газизянова, Фарид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok